Моё ТВ Творческие встречи с интересными людьми Онлайн-трансляции музыкальных концертов Онлайн-трансляции спортивных соревнований Эксклюзивные интервью со звездами Моё ТВ Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире очередной выпуск онлайн-журнала «Мои 18 минус» И сегодня с вами я, Лиза Я прямо прямиком с фестиваля, это фестиваль «Небо и земля», Который проходит сейчас в Кулипопанке Поэтому выгляжу вот так очень поэтнически Я работаю там волонтером И как раз сегодня я хочу поговорить с вами И с нашими гостями, которые нам придут О том, кем же может устроиться работать подросток на летний период Когда у него есть время свободное от учебы Куда он может устроиться, на каких условиях И какие есть подводные камни у этой темы Я думаю, что не секрет, когда у подростка становится вопрос О каком-то трудоустройстве Сразу в голове всплывает слово промоутер Или там раздачник листовок, какой-нибудь рекламщик Потому что работа вроде бы не сложная Ничего сложного делать не нужно, просто раздавать листовки Но на самом деле промоутер это очень интеллектуальная, я бы сказала, работа Потому что ваша задача не просто стоять с пустыми глазами И молча раздавать бумажки, на которых написана реклама какого-то товара Вы должны уметь заинтересовать ваших, ну получается, ваших клиентов Которые в будущем, вернее, ваших потенциальных клиентов Вот, и сейчас я хочу позвать первого своего гостя Это Дима Дима, пожалуйста, проходи, присаживайся Я знаю, что у тебя очень богатый уже опыт работы промоутером Расскажи, пожалуйста, вообще, какие бывали случаи Где работал, кем, на каких условиях, на каких точках стоял, может быть Мой первый опыт промоутера начался с того, что я в 14 лет задумался о том Ну, надо, как бы, деньги зарабатывать, помогать родителям И, ну, начал искать, нашел такую, уже, наверное, немалоизвестную фирму Которой сейчас нет, Дом Работа Это, я не знал, что это такое Ну, сказали, с оплатой 8 тысяч Но я в то время был готов на все, что угодно И пошел за эти 8 тысяч Нас там собрали в воскресенье В воскресенье мы пришли туда 50 человек Я немножко удивился количеству Дом у нас будет меньше Вышел такой энергичный паренек Рассказал нам о продаже газет О том, как это классно И мы пошли продавать газеты В общем, заработал я в тот день 30 рублей за 3 часа Потому что газеты у нас, мягко говоря, не брали Чтобы мне продать одну газету Мне приходилось подходить к человеку, уговаривать его Упрашивать его, купить эту газету Я не знаю, чуть ли не приплачивать ему, чтобы он эту газету забрал То есть, твоя задача заключалась в том, чтобы Продать человеку газету На самом деле Признаюсь, что я тоже как-то В свои 13 или 14 лет В 14, скорее всего Когда уже могла заполнить договор трудовой Тоже устроилась на эту работу И я продала 4 газеты, между прочим А не 3 Я тебя передела на целую одну газету Работала чуть ли не 4 часа тоже И упрашивала на разных условиях Давайте я расскажу вам анекдоты Или что-нибудь, пожалуйста, купите Мне вот нужно, правда В нашем потоке был один парень, который удалялся подавать по 20-30 газет Я не знаю, как он это делал Я не знаю, может быть, какая-то магия или что это? Ну, возможно, у него может какая-нибудь интересная внешность Потому что один раз тоже на одной из моих подработок К нам пришел мальчик, и он был афроамериканцем Мы к нему просто подходили фотографироваться И говорили, ой, ребят, купите газету там И они такие, ой, ну ладно И фотографировались И насчет фотографии Я как-то работал в простовой кукле Пчелой девочкой Да, и как это не смешно Ну, в принципе, было классно Платили хорошо, 100 рублей в час И еще подработка, потому что ты в этой кукле стоишь Плосят с тобой сфотографироваться Ты 50 рублей фотографии На самом деле так делал? Да И платили на самом деле Да, то есть там вышло 700 рублей у меня за 7 часов в день Это было в 16 лет уже И еще 300 рублей на фотографиях То есть с тобой реально сфотографировали 6 человек за деньги Да, за деньги А расскажи, пожалуйста, про ростовые куклы Как, ну, то есть какие-то есть особенности Вот именно для этого вида работы Там должны ли вы какими-то навыками другими обладать По росту там или как-то по физической подготовке Ну, по росту, конечно, берут То есть там должно быть метр восемьдесят приблизительно Такой плечистый Потому что, я думаю, девочка худенькая, маленькая, слабенькая Не выдержать 7 часов стоять В огромной пицце Да, в огромной пицце, например Или вот я стоял в цветочке, там тоже Ну, я не знаю, как сейчас в этом костюме Но когда я там еще работал, когда я стоял Там была такая интересная ситуация Там огромная поролоновая голова Дим, микрофон Да, огромная поролоновая голова В костюме как бы не жарко А в этой голове, ну, ужасно просто На улице 20, в голове 40 Причем ты еще дышишь Кислорода не хватает Постоянно вот такое положение Короче, жесть Да, поворачиваешься головой на ветер И ловишь ветерок, чтобы тебе задувало кислород В общем, на самом деле Работа промоутера Это очень даже нелегко А сейчас Давай отключимся немножко от работы И чуть-чуть отдохнем И поиграем Я себе хочу сейчас предложить игру Она называется, ну, в простонародье Стикеры Или Тарантинки Я сейчас, ты закрой глаза Я тебе на лоб прилеплю бумажку Стикер На который будет написан Я закрой Я верю Так, на который будет написано Только она отвалится Название профессии Если отвалится, ты не смотри Хорошо Ну, отлично Название профессии И ты ровно за минуту Должен задавать мне Отгадать за минуту Название этой профессии Через наводящие вопросы То есть ты можешь спрашивать Типа там Это женская работа Или это мужская работа Связанная с физическим трудом Я могу отвечать только да и нет Ну, или как-то тебя направлять У тебя будет ровно одна минута За которую ты должен будешь Отгадать свою вот такую Моментальную, случайную профессию Наша Катя нам поможет И будет регулировать время Вот Насчет, когда Кате мне даст старт Я дам тебе старт Раз, два, три Поехали Это женская, мужская профессия Скорее мужская Она связана с тяжелой работой Или с легкой Связана с тяжелой Это связана с переносом тяжести Напрямую Грущик? Да У нас не прошло даже минуты Первый наш Первый блин оказался никому Вот так Это на самом деле Грущик Вот, пожалуйста Спасибо Если что-то Будешь выходить со студии Лучше сними это вдруг Подумай, что подрабатываешь Или что-нибудь такое Вот А сейчас Я хочу пригласить человека Который Знает То есть Дим, ты можешь Уже присаживаться Хорошо, спасибо Только оставить мне микрофон В нашу импровизированную Сегодняшнюю студию Ток-шоу У нас такой сегодня формат Я хочу пригласить человека Который Знает, что такое Про моушен Реклама И пиар Ну, не понаслышке Не профан в этом Пожалуйста, проходите Здравствуйте Всем привет Пожалуйста, представьтесь Меня зовут Дмитрий Я руководитель БТЛ-отдела В креативной группе Арбуз А что такое БТЛ-отдел? БТЛ-отдел Это тот отдел Который занимается Именно промо-акциями То есть Ищет людей Думает Как эту промо-акцию Лучше провести Вот скажите, пожалуйста Как вы Ребят Ну, мотивируете То есть Как так замотивировать Человека Чтобы он Ну, реально С горящими глазами Шел на работу Ну, во-первых Я не считаю Что работа промоутером Она очень тяжелая Мне кажется Это достаточно легкие деньги Как бы И ребята Вот Поработав несколько дней Получают там От 3 до 4 тысяч Допустим На раздаче листовок Вот И поэтому Мотивация Я думаю Только в деньгах Работать и хорошо Качественно Вот Как вы считаете То есть Я Ну, вот есть такая ситуация Что эта работа Можно сказать Не очень Ну, благодарная Потому что То есть Ты стоишь Особенно, например, летом Выдаешь эти листовки Ну, у тебя Либо их просто не берут Либо выкидывают Через несколько метров Либо тебе еще и грубо отвечают Ну, и очень агрессивно настроены Как, то есть Настраиваете ли вы своих ребят Своих работников Как, то есть Отвечать Как реагировать на это Как быть более стрессоустойчивым Да, конечно Мы проводим с ребятами Тренинг Перед вот Промоакцией Ну, тут секрет Очень простой Нужно всегда людям улыбаться Вот Улыбка творит чудеса И как бы Негативные реакции Очень-очень мало Ну, вот я считаю Что именно в этом Мне кажется Сложность заключается Потому что Когда тебе Ну, когда ты идешь С открытой В общем-то душой На вот такой контакт С людьми А они тебе Грубо отвечают Или там говорят Да, нет вообще Не нужно Не нужны эти товары А ты все равно Ты понимаешь Что ты работаешь И что ты Здесь стоишь Для того, чтобы Ну, помогать людям То есть Приобретать что-то А они вот тебе Вот так отвечают Хорошо А тогда вот следующий вопрос Какие Наверное Три основных качества Которыми должен обладать Человек Ну, вот промоутер Чтобы Ну, стать успешным И реально заработать Хорошие деньги Ну, первое Качество Это обязательно Ответственность А второе Ну, скорее всего Трудолюбие И третье Это позитивное настроение То есть Всегда нужно улыбаться Даже если Минус 40 И все равно Нужно улыбаться Ну, да Все правильно Вы же на работе Все-таки А возрастной критерий Вот То есть Именно В вашей компании В нашей компании Возрастной критерий Дет от 14 лет Там И прям До бабушек А есть бабушки? Нет Пока таких не было Но Была у нас Как-то женщина Там 40 лет С двумя Детьми Даже Вот То есть Приходят Вот Кстати, насчет этого Хотела спросить В народе Будет мнение Что промоутер Это какой-то Ну, то есть Что это временная Подработка Для школьника Для подростка Или студента Когда То есть Там у него Вылаза свободные Два часа Но на самом деле Мне кажется Это не так Ведь есть люди Которые начинали С про реальный промоушен А потом стали известными Продюсерами Рекламщиками То есть На самом деле Или это Временная подработка Или это Ну, ложное мнение Ну, это смотря Как К чему относиться Допустим Вот наш нынешний директор Она тоже Начинала работать Промоутером Вот И при этом На эту зарплату Она могла снимать Себе квартиру И питаться Вот А потом Открыл свое агентство А теперь Вот Реально существует Рост Реально Поэтому Ребята Не бойтесь И вот Приходите В Ваш отдел Да И теперь Конечно же По традиции Наша игра Закрывайте глаза Я вам сейчас Прицепляю Бумажечку Так Я надеюсь Там видно Нашим зрителям А вам не должно Быть видно Да Все, отлично И Мне дает старт Кате Раз, два, три Поехали Это женская профессия Ну, чаще работают Женщины Это связано С легким трудом Ну, как сказать Ну, не с физическим Это секретарша Нет Эта работа Требует Больших Там Не знаю Физических усилий Или вот Просто сидеть Физических не требуют То есть Это работа В офисе С бумагами Скорее всего Ну, не совсем С бумагами Но, можно сказать Что и такая Сидячая Ну, не так Это кассир Нет Не так связано С деньгами Не напрямую Домохозяйка Домохозяйка Красотой Красотой У нас В интернет-студия В интернет-студия Мэра Мы посмотрим Мы посмотрим Прямо сейчас В видеосюжете В интернет-студия В интернет-студия В интернет-студия Значит, вожатами В лагерях Дневного пребывания Это помощники Вожатых На площадках По месту жительства Это помощники Спорторганизаторов На спортивных площадках Это помощники На досуговых площадках Это помощники В медицинской службе У библиотекарей Это садовники Это рабочие То есть спектр Так сказать Вот Видов деятельности И, скажем так Какой-то такой Профориентации Он достаточно Большой, широкий И, наверное Дает возможность Ребятам выбрать То, что им интересно Или то, что близко к душе Чтобы себя, что называется Показать Мы провели большую работу И очень много провели Совещаний С предприятиями Иной формы собственности С руководителями Этих предприятий С их заместителями С работниками кадровой службы Только о том Чтобы в лишний раз Рассказать Что вот именно Трудоустраивать наших ребят В бюджетной сфере Это дело хорошее И как бы мы традиционно Это делаем А вот на предприятиях Иной формы собственности Это было бы поважнее Поинтереснее Для того, чтобы как раз таки Продвигаться в профориентации И других профессий И надо сказать Что это сработало И сегодня Почти 420 человек Если быть вот точным Дали добро на то Чтобы наших несовершеннолетних Трудоустроить На предприятия нашего района Я буду работать В Патрушево В поселском В сельском клубе Буду прибираться Там на улицах Мы собираемся все И начинаем собирать Там мусор Мы уже собрали 34 мешка за 2 дня А сколько вам платят? Ну 4600 За сколько? За какое время? Вот до 27 числа С 1 по 27 Мы будем в отряде главы Собирать мусор по поселку Там белить деревья Тротуары Мне все равно что делать Лишь бы деньги платили Это был сюжет Об открытии трудового лета В Тюменском районе В Кулигопарке Было открытие Вы знаете Мы проводили онлайн голосование Вконтакте Спрашивали у людей Как вы думаете Что по приоритетам То есть Что вам важно Чтобы вам платили Без разницы кем работать Или там Ну наоборот То есть Главное Чтобы была работа интересная Я была в ней заинтересована Без разницы сколько платят И вот из 60 человек 27 считают Что без разницы Какая работа Что делать Главное Чтобы хорошо заплатили Главное Побольше заработать денег Ну вот так вот А у меня сейчас в гостях Аня Аня работает Как раз В отрядах мэра И это ее первый Первый год И уже Аня попала В очень интересную сферу Аня работает в пресс-центре Расскажи пожалуйста Чем вы занимаетесь там В чем заключается Твоя деятельность Мы ходим на различные Мероприятия На экскурсии А потом Пишем статьи То есть Пишите статьи И потом Они куда-то публикуются Да Есть газета Спектр М И также На сайте Отдых72.ru То есть И у тебя уже есть Публикованные статьи Которые можно прочитать Где-нибудь На сайте Вот отлично А то есть Получается Что ты школьник И как ты Как ты попала Точно На такую интересную Уже В интересную сферу Которая связана Ну с твоими интересами Как ты начинаешь Журналист тоже Вообще Меня к этому Потолкнула мама Потому что Я об отрядах мэра Так-то не слишком Задумывалась Чтобы туда пойти Но лето Времени свободного Много И интересно Попробовать себя В каких-то там Новых направлениях А то есть А еще были Какие-то Альтернативы Или ты сразу поняла Что пойдешь работать Именно Ну вот туда Ну я хотела Пойти еще Помощником Дизайнера Но все-таки Получилось так Что я пошла Такая вакансия Тоже была Я сама работаю В отрядах мэра Работаю музейным Ну помощником Музейного работника Тоже очень интересно Мне очень нравится Ну вот на твою вакансию Я бы тоже Имела бы виды Но видимо Ну не удалось Но тоже очень интересно Расскажи пожалуйста Много ли вас В вашей группе ребят У нас 15 человек 15 человек И все занимаетесь Все занимаетесь Ну вот одним делом Что пишите статьи Да Ну некоторые пишут статьи А некоторые фотографируют И снимают нас И потом так же публикуют Да Это вместе со статьями На фотографии Все отлично Есть какие-то То есть Ну тебе нравится работать Конечно Ну понятно Ну то есть Никаких недовольств Ну нет Нет Ну спасибо огромное А конечно Как я могла забыть Про нашу игру Я сейчас тебе Не буду объяснять правила Так Сейчас Катерина Дает мне старт Раз, два, три Поехали Это работа женская? Ну нет гендеродискриминации И туда И женская и мужская Да Она связана с людьми? Ну не напрямую Но связана с людьми То есть Ну ты работаешь с людьми Но не так что Ну не так что общаешься Прям Промоутер? Нет Я даже не знаю Это работа тоже Ну вот более-менее Творческая С интеллектуальным трудом связана Это Даже идеи никаких нету Ну давай Мозговой штурм Любые бредовые идеи Давай Это для взрослых Или для детей? И так И так Это вот зависит Только вот от того Что у тебя здесь Ты подглядаешь? Нет Я даже не знаю На самом деле можешь Прям не снять Потому что ты по сути Являешься редактором Или начинающим Журналистом Вот Аня Большое тебе спасибо Присаживайся в нашу студию А сейчас Мне хочется Ко мне сюда В гости Пригласить человека Который Не вообще То есть Очень компетентен В вопросах Трудоустройства Подростков Это Наталья Александровна Гурова Наталья Александровна Являет Начальником отдела Поддержите пожалуйста Содействия Трудоустройства И профориентации Подростков И молодежи У нас в городе Тюмени Здравствуйте Здравствуйте Скажите пожалуйста Вот Я знаю что в этом году В отряду мэра В списке вакансий 27 вакансий На которые ребята Могут устроиться 29 29 Вот У нас Вот такая информация Новая Обновленная Поступило 29 вакансий По сравнению с прошлым годом Увеличилось или уменьшилось? Увеличились Намного? Ну Где-то Наверное На 5 позиций А на какие именно Можете сказать? Да Значит у нас Расширился Спектр видов деятельности В пресс-центре Как раз вот у нас Появились помощники Видеооператора Помощники видеомонтажера Помощники Тележурналиста И появилась новая профессия Которая звучит как Помощник рабочего По уходу за животным Возникла она Совместно С Тюменским Общественным Движением ЧИР На их базе Находится мини-зоопарк И наши ребята Которые Трудоустроены Через отряды мэра Теперь оказывают им помощь Вот это В связи с годом Экологии Который у нас Объявлен Отлично Очень здорово Обращают внимание На экологию Скажите пожалуйста Вот Может ли ребенок Который не проживает На территории города Тюмени С другого города Например Там из Тобольска Может ли он Устроиться в отряды мэра И работать в Тюмени Ну вообще Во всех районах Тюменской области У них Также есть отряды Клав В принципе Они обеспечены По своему месту жительства Рабочими местами Но если вдруг Ребенок приехал В город Тюмень К своей бабушке Дедушке К родственникам То ему будет достаточно Сделать временную регистрацию В городе Тюмени И трудоустроиться При наличии Полного пакета документов У нас А полный пакет документов Что в себя включает? Пакет документов Включает в себя Значит Это паспорт С пропиской обязательно Счет Который открыт В 29 отделении Сбербанка Вид вклада Должен быть Молодежный Значит Далее Это медицинская справка Обязательно Страховое пенсионное Свидетельство Разрешение Одного из родителей Так Ну вроде бы и все Но еще дополнительно Для 14-летних подростков Нужно разрешение Органов опеки Для трудоустройства А то есть Если приношу Вечный пакет документов То могу По полному праву Устроиться То есть я знаю Разделено по сменам То есть смена Это Сколько дней? 10 рабочих дней 10 рабочих дней А оплата Как происходит? Ну значит Оплата У нас Рассчитывается Исходя из Минимальной заработной платы Которая в Тюменской области У нас в связи с региональным соглашением Установлена В размере 5500 Но за фактически Отработанное время То есть У нас подростки Работают 10 рабочих дней По 3 часа Соответственно В июне месяце Они получат За 10 рабочих дней По 3 часа На руки За вычетом Подоходного налога 1700 Там с чем-то рублей Плюс поддержка Центра занятости Тоже где-то В районе 500 рублей То есть Зарплата у нас Уплачивается Из двух источников Большое спасибо За такой Очень Качественный ответ Потому что Мне самой очень интересно Так как я сама Являюсь непосредственно Работником В отрядах мэра Вот Это очень Мне кажется Самый идеальный вариант Работать Потому что Все Ну то есть На условиях Все по праву Все на государственных Каких-то условиях Вот таких Есть на самом деле Не очень приятные ситуации Когда нарушается Трудовой Трудовой кодекс Скажите пожалуйста В этой ситуации Возникали ли у вас Какие-то уже Проблемы В отрядах мэра Или С документом Не было никаких проблем Вот таких Именно когда Ну там Пример Вы же заключаете договор Допустим Если ребенок Не вышел на работу Как вот И его просто Не оплачивается Этот день Ну да Соответственно Ему ставится Не выход И этот день Ему не оплачивается То есть Ничего страшного Можно просто Меньше денег получить Да Но все-таки Получишь Что не так Что звонят И все Ты больше у нас Ну конечно нет Такого быть не может Вообще договор С подростком По инициативе Работодателя Он расторгнуть Быть не может Вот Поэтому если у ребенка Есть какая-то Уважительная причина Там Пошел задавать экзамен Он просто предупреждает На своем рабочем месте Ответственного Не выходит Не выходит в этот день И мы просто Ставит не выход И получает он За то количество дней Которые он отработал Так все Спасибо за Такой ответ И так же Я предлагаю Сиграть в нашу игру И сейчас вам Леплю бумажечку У вас Очень Очень Необыкновенная Профессия Отлепляется Не держится Надеюсь Что будет держаться Давайте Раз Два Три Поехали Так Но эта профессия Больше подходит Женскому полу Либо мужскому Ну я думаю Подходит и тому И тому Но чаще Скорее всего Мужчины Мужчины А подростки Могут работать По этой профессии Могут Могут Она связана Со спортом Да Очень напрямую Связана со спортом Это футболист Нет Нет Так Ну наверное Это баскетболист Нет Будем перебирать С виду спорта Волейболист Нет Это то есть Более такая Практичная Более практичный Спорт Более практичный Не ради спортивного Интереса Может быть Это лыжник Нет Нет Не совсем Так Кто же это еще Может быть Так Может быть Это пловец Не пловец Не пловец Так Какой-то Спортивный Инвентарь Есть Инвентарь Присутствует Обязательно Инвентарь Присутствует У нас совсем мало времени. Раз. Все, я растерялась. Это был промышленный альпинист. То есть есть ребята, которые уже в подростковом возрасте являются чемпионами России, например, имеры по скалолазанию. Я думаю, что это очень им подходящий проект. Вот, держите вам. Спасибо. Прикрепите и можете. Может быть, мы ее когда-то введем в отрядах мэра. Вот, кстати. Было бы вообще... Кстати, вот сегодня я вообще тут сижу с таким намерением, чтобы в отрядах мэра реально появлялись интересные какие-то вот такие профессии. Может быть, и это реально какой-то вклад в историю будет. Возвращаясь к теме трудоустройства и правах ребенка, у нас сейчас я приглашу в гости Кирилла. Проходи, Кирилл. Присаживайся. Привет. Продолжение следует. Вот у нас у Кирилла произошла такая ситуация, ну, не очень приятная, которая связана именно с нарушением его прав как работника. Он сейчас нам расскажет, а вы проконсультируете, то есть его. Да, вот такая ситуация неприятная произошла с моим другом и со мной. Несколько лет назад я устроился на работу в крупную телефонную компанию. Мы работали как продавцы-консультанты, наверное, так нас можно назвать было. На рабочем месте вместо заявленных трудовым кодексом часов мы находились, ну, примерно часов в 10. Ну, вообще это нарушение, конечно, прямое трудового кодекса, потому что трудовой кодекс у нас четко регламентирует продолжительность рабочего времени, которое разрешено подросткам. То есть подросткам от 14 до 16 лет разрешено работать в неделю не более 24 часов, от 16 до 18 не более 35 часов. Соответственно, смена подростка от 14 до 16 лет не может превышать 5 часов, а с 16 до 18 – 7 часов. Причем в учебное время эти продолжительности сокращаются ровно в 2 раза. Это было летом, так что… Ну да, то есть если вы относитесь к категории подростков от 16 до 18, соответственно, вам можно работать в день не более 7 часов. У нас вот там, возвращаясь к нашим гостям, скажите, пожалуйста, может быть, у вас были какие-то с этим связаны нарушения? Вот, например, человек, который на самом деле работал, и были ли какие-то с этим нарушения? Например, Дима? Микрофон. А, точно, извините, пожалуйста, передаем. У меня нарушений не было, я работал по 4 часа где-то, то есть это максимум мой. Иногда было по 6, по 7, но мне тогда было 16, а вы сказали, как раз до 7. Это было в летнее время, возможно? Да, это было как раз в летнее время. А вот как работодатель? Можно мне вот интересно по этому поводу узнать? Да, ну, промо-акции мы не делаем, самые большие промо-акции, это у нас идет до 5 часов работы. То есть на эту работу мы берем, естественно, там молодежь постарше, там о 16 и больше. Ну, потому что ребята поменьше возраста, им это очень тяжело, мы это прекрасно понимаем, вот. И, собственно, на такую работу мы их не берем. Ну, все, хорошо, спасибо. А вы 17-летних задействуете? Да. Ну, на такие вот работы долгие? Конечно. Дима хочет, видимо, я думаю, у вас будет о чем поговорить, Дима сейчас просто устроится на все промо-акции, которые только возможны. Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, как, вот, реально ли подростку устроиться официально на работу без, там, связи, там, мама, у мамы подруга работает, там, в ресторане, я там хочу официальство устроиться или что-то такое? Реально ли устроиться официально, вот, если мне нет 18 лет? То есть на полный рабочий день, например, или вообще никак? Ну, почему, есть такие организации, которые создают рабочие места для подростков, ну, соответственно, они также их создают в соответствии с трудовым кодексом. В учебное время у нас в городе Тюмени есть такие предприятия, которые организуют рабочие места для подростков, ну, там не такой широкий спектр видов деятельности, в основном это уборка территории, курьеры и так далее. То есть, в принципе, это все возможно и должно так быть. Скажите, пожалуйста, то есть, если заключен срочный трудовой договор, он является ли гарантией того, что, ну, ни в коем случае не будут нарушены права ребенка? Да, срочный трудовой договор дает гарантию этого. То есть, я, и еще я знаю, что ребенка, ну, подростки не могут принять на испытательный срок, то есть только на полный, уже, ну, на работу. Вот, спасибо огромное. Кстати, да, у нас как раз, нас не завели с другом вот трудовые книжки, и вот у нас такое вот несоблюдение было. Ну, то есть, а получил по деньгам? А получил, ну, в районе двух-двух с половиной тысяч. Ну, то есть, ты, ну, вообще устал за это время или как? Ты чувствовал, что реально нарушаются твои права или нет? Ну, честно, нет. Ну, они нарушались, вот так вот. Вот так бывает. Но на самом деле, если говорить о труде, это не только оплачиваемый труд. У нас на слуху у всех, особенно в последнее время, слова доброволец или волонтер. Это ребята, которые работают точно так же, как и люди за деньги, но они работают безвозмездно. Чем же они занимаются, мы сейчас посмотрим вместе с вами. С нами связались волонтеры и организации подарили ребенку праздник и пригласили нас в гости к маленькому, но очень жизнерадочному человеку. И его зовут Ярослав. Пойдемте знакомиться. Все, обратно ведем. Саша, выключи музыку пока. Выключи, да. Меня не пугают, ни волны, ни ветер. Будет единственная маня на свете. Бой сквозь волны и ветер. Ну, в принципе, здоровые. Мы начнем с этого. У нас просто повреждение мозга. Ну, как бы так бывает у деток, что у них происходит кровоизлияние в мозг. Ну, как бы вот с этими последствиями мы и боремся. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19. Ну, мы лечились, так скажем, традиционно. Сходили в Центр Надежда, делали лечебную физкультуру, гимнастику, иглоукалывание. Ну, такие медикаменты, которые нам назначали. Всех слушались, всех врачей. Делали все, что надо. В двигательном плане никакого прогресса не было. Ну, внешний вид, как сказать, я реку-то хуже, то лучше становилось. Ярослав смеется. Ярослав гуляет. Потом узнали о программе дома. Ярослав считает. Сездили на семинар. Вот. Ярику тогда был ровный год. Ярослав ползает. Приехали и начали заниматься. Ну, через три недели у нас пришли судороги. Ну, ребенок-то, скажем, ожил. Да. Да-да. Маленькая вздоха, да? Немецкий. Биология. Русский. Химия. Ура. Ярик молодец. Он понял, что все внимание ему, сто процентов внимания ему родителей. То есть мы целый день, так скажем, его развлекаем. То есть чтение, патеринги, песенки поем, различные информации мы даем. Маска? Да, это не принадлежит или что? Нет. Ну, для того, чтобы, да, кислород поступал в мозг. Маска. Ну, на самом деле, мы, наоборот, делаем гипоксику. То есть он дышит небольшим количеством своего углекислого газа. Потом масочку снимаем, но в это время сосудики расширяются, и кислород и все питательные вещества очень быстро поступают в мозг. Мы сейчас делаем программу, это 60 масок, патеринги. 10 патерингов в день. Патеринг в переводе с английского копирования, образец. То есть мы ребенку показываем, как надо правильно двигаться. Вот. То есть мы его размяли, потом показали им, как ему надо, и впоследствии уложим его на пол, он воспроизводит. Интересно, щучка есть. Розмарин. Розмарин. Ну, это мы делаем перед патерингом. Мы, то есть, на мозг воздействуем с помощью пяти органов. То есть это сезание, обоняние, потом слух, зрение и вкус. Чайное дерево. То есть обучаем его мозг правильно работать. Ну, в перекрестном режиме. Чайное дерево. Патерин постоянно переворачивается, да? Да. Научился. То есть он встает в 7 утра, у нас начинается программа. В 9.30 уже приходят волонтеры. Мы начинаем делать патеринги. Вот так, до вечера. На, зачем ты пришел? Держись. Пойдем качаться. Перспективы будем такие же, как все. Это впоследствии, ну, так скажем, через несколько лет, ну, будет обычный ребенок, который будет красиво ходить, красиво говорить, будет очень развитым, эрудированным. Настя, с Ярославом нужно заниматься не только днем и вечером, но также утром. А ваши волонтеры, они в основном учащиеся или студенты? Кто с ним занимается в это время? Ну, бывает, что приходят волонтеры, студенты, которые учатся по вторую смену. Либо есть волонтеры не только с нашего движения, все жители города участвуют, можно сказать так. Приходят мамы, даже с детьми помогают. Вот. То есть ребенок тут же играет вместе с Ярославом, мама помогает заниматься. Просим приходить заниматься с Ярославом. Он очень жизнерадостный мальчик, активный. Он, скажем, в нем становится все сильнее, выносливее, умнее. Ну, то есть это тоже зависит от вас. Гулять, пойдем? Пойдем гулять с тобой. Да? Гулять пойдем. Пойдем гулять, да? Сейчас давай быстрее кушай и пойдем с тобой гулять. Ну, возвращаясь все-таки к оплачиваемой работе, вот у нас есть комментарий от онлайнера. Полина Солдышева пишет, что работала промоутером, давали огромные стопки визиток на час, оплатили очень мало и смайли грустные. Так что совет, ищите хорошие, постоянные компании, а не фирмы однодневки. Вот такой вот практический совет от Полины, как от человека знающего. Вот так. А сейчас я хочу в гости к себе пригласить Наташу Баранову. Наташа является... Проходи. Наташа является волонтером как раз организации... Подари... Держи. Подари ребенку праздник, видеосюжет о котором мы смотрели прямо сейчас. Наташа, расскажи, пожалуйста, в чем заключается, то есть делала ли ты подобное, то есть занимаешься ли ты так же с детьми, и чем ваша организация занимается? Ну, я тоже занималась с детьми. С Ярослава, правда, мне не удалось прийти, ну, потому что у меня тогда была учеба, и мне было неудобно. А так я знаю, что туда часто собирались волонтеры от нашей организации, и, насколько я знаю, уже им удалось добиться определенных успехов, что Ярославу, ну, в общем... Стало лучше уже, стало лучше себя чувствовать. А вообще... Горь-горь. А вообще наша организация, она занимается именно с детьми-сиротами, детьми-инвалидами, проводит различные праздники, мероприятия. Я сама участвовала во многих из них. Мы проводили елку на Новый год, или просто собирали подарки, и собирали суммы какие-то определенные. Акция проходила в премьере, тоже она проводилась к Новому году. Дети писали письма Деду Морозу, что они хотят получить на праздник. И мы говорили об этом всем желающим. И, получается, многие люди очень отзывчиво к этому относились, они откликались и помогали, покупали им подарки, и все это потом доставляли детям. На самом деле, я 4 года, я тоже являюсь волонтером, как и ты, уже несколько лет, 5 лет, наверное. Я тоже 3 года подряд участвую в этой акции, это очень трогательно, и нужно, к этому я отношусь очень серьезно, потому что, когда ко мне приходили люди реально, которые, у которых нет лишних денег, но которые реально очень отзывчивые, приносили какую-то одежду. Я помню, что я встала в первый день, когда пришла девочка студентка, и она купила мальчику кроссовки. Он в письме написал, что ему нужны кроссовки 37-го размера. Она пришла, мне их дала, и у меня реально слезы на глазах, я реально понимаю, что это такое. Вот скажи, пожалуйста, как, ну то есть, зачем ты этим занимаешься, за это же не платят денег, как многие люди считают, что, ну, волонтер, ну зачем этим заниматься, надо как-то умножить, зарабатывать, что это за ерунда какая-то, ходить, помогать. Ну, мне кажется, не все надо расценивать вот так вот материально, а все-таки есть ведь такое чувство, добровольчество, вот это необходимость помогать людям. И то есть волонтерство, оно дает тебе такую возможность, ты можешь помогать людям, ты можешь научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и хорошо проводить время. На самом деле, очень много причин, чтобы становиться волонтерами. На самом деле, я тоже считаю, что самые лучшие в жизни вещи, они бесплатно нам достаются. Вот скажи, но в России у нас все равно, как бы, вот по сравнению, например, с американской ситуацией, в Америке волонтер, это, ну, не просто, как у нас, допустим, принято, что это там подросток, который вот пока, ну, вроде бы не работает, потому что его родители обеспечивают, но как-то себя занимает вот именно такой деятельностью. Но там это, ну, более престижно, чем у нас. Как ты к этому относишься? То есть, ну... Ну, мне кажется, это в корне неправильно, потому что волонтеры, они также поднимают очень важные проблемы, они помогают и с детским домам, и больницам. И то есть это очень важная, на самом деле, работа, добровольчество, волонтерство, и поэтому к этому, мне кажется, нужно относиться серьезнее. Ну, пожалуйста, микрофончик, да, вот так, спасибо огромное. А скажи, пожалуйста, вот существует такая вещь, как волонтерская книжка, есть ли она у тебя? Нет, у меня, к сожалению, нет, или к счастью, я не знаю, потому что я как-то, ну, мне не до этого было сейчас. Я знаю, что многие делают эти книжки, а мне, в принципе, это не надо, потому что я больше этим занимаюсь для себя, а не для каких-то потом привилегий. А, ну, у меня, например, такая книжка есть, но я не всегда успеваю записывать все свои добрые дела, как это называется, в эту книжку, и там есть графа, ну, часы, и, ну, сколько часов ты отработал. На самом деле, заходил разговор о том, ну, то есть у людей, которые придумали эти книжки, то есть о том, что при поступлении, допустим, в вуз, тебе, ну, огромную роль, в плюс будет то, что у тебя есть эта книжка. Допустим, если у вас будет одинаковый балл с каким-нибудь еще человеком, то пройдешь ты, если она у тебя будет. То есть не думаешь, что, может быть, ради этого статью завести? Ну, я не знаю, может, я, конечно, ее и заведу потом, но сейчас я и без нее хорошо живу. А есть ли у тебя, ну, реально какие-нибудь льготы там, и вот сейчас что-то привилегии, что ты волонтер, и там, ну, так как это не оплачивает работа, понятно, что не деньгами, но, может быть, как-то спрактически с точки зрения? Ну, в принципе, нет ничего такого, особых привилегий. Ну, расскажи, допустим, есть ли, может, какие-нибудь у тебя истории, ну, и вообще из опыта, какие-нибудь трогательные моменты? Я знаю, что это очень, ну, очень трогательная работа, так как сама, ну, являясь волонтером. Это очень трогательно, иногда это очень тяжело бывает, потому что, когда мы ездили в Успенский детский дом, там дети-инвалиды, мы проводили елку для них, как я уже говорила, и получается, они очень открыты к общению, к людям, этим детям всегда приятно, что к ним приходят, о них заботятся, и поэтому это тяжело даже было морально, вот, психологически, не морально, но, как бы, я смотрела на моих руководителей, на Анастасию Левинову, смотря, они держались все очень хорошо, и я брала с них пример, наверное, что все-таки. Этим детям нужна поддержка, нужна помощь, и нужно дать понять, что они не одни. То есть ты, ну, на протяжении еще долгого времени собираешься этим заниматься, и, ну, тебя, ну, не возмущает то, что ты не получаешь за это деньги? Ну, конечно, нет, мне кажется, я не так, что вот я стала волонтером год или два назад, а я, наверное, всегда была волонтером, и мы останемся в душе. В душе. Я в душе всегда волонтер. Хорошо, спасибо огромное. У меня также к тебе предложение сыграть в игру, я прикрепляю тебе бумажечку с профессией, и Катерина дает нам старт. Раз, два, три. Поехали. Это принципиально мужская или женская профессия? Ну, больше женская, но есть и мужчины. А это связано с людьми? Да. С общением? Да. Непосредственно с общением? Да. А это подростки могут заниматься? Могут. А с детьми? Да. Это? Микрофон чуть-чуть. Ну, педагог. Ну, уже близко. Может, няня? Да, правильно, няня, молодец. Но это тоже тебе очень близкая работа. Можешь себе прицепить и так же пойти. Вот. Ну, вот, то есть, если говорить о мотивации, на самом деле у волонтеров мотивация какая? Ну, улыбка, которую они в ответ получают, да? Больше так безвозмездная работа. Но на самом деле существуют еще другие способы мотивации. И сейчас я хочу пригласить Наталью Александровну к нам в студию. Это мама одной из наших участниц студии. Здравствуйте. Берите, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, Наталья Александровна. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что такая ситуация была. То есть, ваша дочь ездила с папой в командировку, и он ей как бы это время оплатил, потому что она ему помогала. Как вы относитесь к тому, что детей вот так вот мотивируют деньгами? Ну, если рассматривать такую конкретную ситуацию, то не за поездку в командировку папа ей платил, а за конкретную работу. То есть, если рассматривать данную ситуацию, то папа выступил как работодатель. По сути. То есть, она выполняла какую-то там работу для него. То есть, это нормально, в принципе. То есть, он не папа был, он был на тот момент работодателем. А, то есть, он был работодателем? Ну, по сути. Она, то есть, выполняла какую-то определенную работу. Да, то есть, попросила мне его, она там делала. Но, опять же, он схитил. То есть, ему бы, ему все равно на карманные расходы необходимо отдать денег. Так что эдак... А он немножко... В этом плане схитрил. То есть, поработать ее заставил. И все равно на карман... Получается, что двух зайцев получается. Двух зайцев по поводу. Ну, хорошо. А если говорить не о частном вашем случае, а вообще, то есть, как вы относитесь к тому, что детей на самом деле мотивируют материально? Допустим, платят им за хорошие церки. Это получил пятерку, десять рублей. Вы знаете, по поводу оплаты детям за учебу и за какие-то там дела, которые дети делают в доме. Вот лично я, я категорически против. Объясню, почему. Потому что семья – это не работа, это не предприятие, что в семье что-то мы друг для друга делаем и должны делать за деньги. Если мы так детей будем воспитывать и растить, и платить им за какие-то телодвижения в доме, да, там помыл посуду, принес стакан воды и так далее, боюсь, что когда мы пойдем на пенсию, то нам, по-моему, этой водички не дождаться без денег. Мне придется волонтеров вызывать, чтобы нам той воды подали, а не собственные дети. Другой вопрос, когда ребенок идет на предприятие и выполняет какую-то определенную работу вне семьи, это другое дело. Ну, я думаю, всем родителям приятно, когда уже в раннем возрасте ребенок задумывается о том, что ему скоро становиться как бы автономным от родителей и начинает уже с подросткового возраста работать. Или вы к этому, ну, как относитесь? Вы знаете, я спокойно к этому отношусь. Всему свое время, наработайтесь еще, успеете. Поэтому я, вот своих, допустим, детей, я не особо, вот их как бы, что вот вы должны идти, работайте, не настаиваю, нет. Если хотят, если у них есть такое желание, попробовать, да ради бога. Но вот что прям категорично, что вы там должны, обязаны, всему свое время, жизнь идет, течет, всему придется свое время. А, допустим, посидеть с вашим братом тоже, ну, вот есть такие ситуации. У нас посидеть, у нас наоборот, то есть не Настя сидела, а с ней сидели. И да, святая обязанность старшего брата была, то есть он ее из садика забирал. Это его обязанность была. То есть тут даже никаких вопросов там нет времени? Вообще вопросов никогда нет, нет, это его была обязанность накормить, забрать с садика. Я знала, что мне не надо торопиться, там, к семье успеть забрать, потому что он идет со школы, он ее заберет, он ее накормит, они будут сидеть меня ждать. Это так и должно быть. Ага, хочется спросить ребят, у которых, может быть, есть младшие и старшие братья, передайте мне телефончик, пожалуйста, если можно. Может быть, у вас, то есть когда вам мама говорит или говорила, может быть, посиди, пожалуйста. Ну вот у меня есть младший брат, но дело в том, что он младше у меня всего лишь на два года, и когда я был сам еще не совсем большой, то есть мне было, ну, лет семь, я приходил из школы, играл со своим братом, вот, но это было очень весело. Ну, ты не получал за это деньги? Ну, разумеется, нет. А хотелось бы? Ну, мне кажется, что это само собой разумеющееся, и считается как помощь родителям или семье вообще в целом. То есть ты с чистой совестью просто выполнял свой семейный? Да, свой братский. Гражданский братский дом, все правильно. А у тебя, Аня, может быть, какие-то ситуации? У меня есть младшая сестра, ей два года, она у меня младше на 13 лет, я почти каждый день с ней сижу, играю с ней, вот, ну, как бы особо каких-то поощрений я за это не получаю, просто как помощь родителям, потому что, ну, все должны, наверное, помогать родителям. Там уже рвется следующий, не рвется, не рвешься. У тебя нет? Хорошо, тогда можно микрофончик к нам обратно? Спасибо за мнение. Ну, Ивану Александровну, я по традиции предлагаю сыграть в нашу игру, вот мне, Наташа, помоги, пожалуйста, прикрепить стикер. Ой, у вас самое сложное на самом деле. Так, минута, раз, два, три, поехали. Так, я должна вопрос? Микрофончик, да, вам нужно задать вопросы, на которые я могу отвечать да и нет, и отгадать профессию. Так, профессия связана с техникой? Ну, не очень. С землей? Нет. Так, не земледелие, да? Педагогическая деятельность? Ну, не совсем. Медицинская? Ну, медицинские правила нужно соблюдать в этой деятельности, но не медсестра. Так, что же это может быть такое еще, вот, я даже не знаю, тракторист, водитель, космонавт, учитель. Правильный подход. Ну, 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 давайте перечисляйте, перечисляйте, возможно, что. Бухгалтер, я не знаю, менеджер, директор компании. Профессии много, сложно как-то. Особенно сейчас всякие слова появляются странные. Да, вот таких. Я даже не знаю. Это связано с нашими братьями-меньшими. Ага. Зоолог. Ветеринар. Ну, дальше изменим. Кто они там еще бывают? Как их называют? Совсем мало у нас по времени остается. Боюсь, что я тут плохой игрок. Можете снимать, но на самом деле вам сама сложная ситуация досталась, потому что грумер это человек, который занимается, вот, как раз нам рассказывала Наталья Александровна про то, что в этом году в отрядах мэра появились ребята, которые ухаживают за животными, помогают. Вот грумер это человек, который занимается животными, там, подстригает их, заплетает косички, если, ну, что-то такое. Вот, ну, вы знаете, наш корреспондент, кстати, вот Полина Солдышева нам уже писала о том, что у нее тоже ситуация не очень приятная, что визиток много, денег мало и грустный смайлик. Вот так. Так что устраивайтесь на какую-нибудь более ответственную с точки зрения организаторских каких-то дел работу. Вот Полина, она наш постоянный корреспондент и все время из всяких интересных мест нам доносит как-то обстановка. И сегодня Полина забралась аж в Турцию, она там на пляже попивает сок. И вот фотографии сейчас у вас появились на экране, Полина уже донесла, как там обстановка в Турции. И она не теряет времени, так как человек тоже очень ответственный у нас, Полина. Мы попросили ее поспрашивать, как там обстоят дела, то есть в другом, совершенно в другом месте, не в нашем городе, не в нашей стране, как там обстоят дела, то есть с трудоустройством. И вот Полина нам пишет, многие ребята, у которых есть родители со своим магазином, работают продавцами в этих магазинах, получают лишь часть денег от товара проданного. Надо уметь зазывать народ и торговаться не себе в убыток, очень важно, то есть не уступать, а только это. В основном студенты и школьники работают в отельной сфере, то есть это официанты, аниматоры и курьеры. Значит так, пишет нам Полина, официанты получают за свою довольно трудную работу в день 10-20 долларов, на наши деньги это 300-600 рублей, где-то так, то есть это в день. Аниматоры получают около 300-400 долларов, это получается за 2 недели 300 долларов получает аниматор. Кто такие аниматоры, вроде бы все знают, люди, которые занимаются непосредственно развлекательной какой-то программой. Она имеет хорошее взаимоотношение с начальством, то есть если девушка аниматорша имеет хорошее отношение с начальством, то получается зарабатывать побольше. И еще это очень зависит от умения развлекать, и, например, если вы занимаетесь танцами и рисованием, то у вас будет огромный плюс, вы сможете заработать больше денег. Работают они только летом, с другой работы у них нет альтернативы, то есть сразу работают и получают деньги. Но вот такое обязательное условие, вы обязаны жить в Турции, если вы хотите работать аниматором, то есть не обязательно турецкое гражданство, но вы не можете приехать на отдых и устроиться аниматором только на постоянной снове, на постоянном проживании. Вот так вот. Ну, в общем, если собираетесь сделать карьеру замечательного аниматора, езжайте в Турцию, поживите там чуть-чуть, освоитесь более-менее, привыкните к климату, привыкните, и, пожалуйста, милости просим. Вот у меня, то есть, вроде бы уже все, поговорили о трудоустройстве, и в конце хочу подвести такой итог. Хочется у всех спросить, кто сегодня принимал участие, как вы считаете, то есть все-таки, решим вот такой вопрос для себя. Важно ли, чтобы работа была вам реально интересна и отвечала каким-то, ну, вашим вот принципам, то есть вам было, ну, приятно с ним работать и какое-то развитие происходило. Либо главное, чтобы были, ну, была, она высокооплачивая. Как вы думаете, вот по очереди, мне вот очень интересно такой для себя решить, как бы дилемму такую. Ну, мне кажется, очень странно будет, если волонтер скажет, что мне важны деньги. Конечно, мне важно, чтобы работа... Ну, та же вообще отдельная ситуация, та же волонтер, это как бы все понятно. Все, спасибо огромное. Наталья Александровна? Ну... Микрофончик, пожалуйста. Вопрос, конечно, тупиковый, ситуации просто разные. Дилемма, на самом деле. Да, да, поэтому неплохо, когда ты зарабатываешь хорошо, это, естественно, влияет на твою жизнь, на жизнь твоей семьи. Но бывают ситуации, когда ты можешь что-то сделать для себя, вот как... Совсем волонтерство вдаваться-то тоже в ущерб себе не стоит, я думаю, потому что все равно какие-то дела, какую-то работу, все равно нужно за это деньги получать, потому что на что-то жить надо. Ну, если только в том случае, если тебя там мама с папой не содержат полностью, ну, на какой-то период времени, согласись. Что-то мы делаем, мы безвозмездно делаем, мы, наверное, тоже в жизни волонтеры частично, но зарабатывать деньги тоже нужно. Наташа, что ты хотела сказать? Да нет, ты просто думаешь, что одно другому все-таки не мешает, можно сам не мешать. Я про то, я про то же самое, в принципе. Поэтому не то, что вот совсем, только волонтерство и к деньгам категорически... Тальше, пожалуйста, микрофончик в нашей студии импровизированной зрителей. Вот, ну, я вообще считаю, что здесь важно найти какую-то, ну, золотую середину. Как и везде. Да, вообще работа должна быть сама по себе интересна, а то зачем она нужна вообще? Должна, конечно же, приносить пользу обществу или приносить какое-нибудь, ну, развитие духовное какое-нибудь или физическое, например. Ну, конечно же, должно быть какое-то пощеление моральное, моральное или вот материальное. Я считаю, что за хороший труд должны платить хорошо. Так что мой совет, перед тем, как выбрать хорошую вот такую вот работу летнюю, нужно очень хорошо поискать в интернете информацию, разыскать и желательно иметь связи, конечно. Ну, вот скажи мне, вот конкретно тебе в лупу вопрос, ты готов пойти на работу, которая тебе неинтересна, если тебе заплатят большие деньги? Ага, да, готов. Да. Хорошо, спасибо. Аня? Ну, я считаю, что для подростка, наверное, главное, чтобы работа была интересная, потому что, если работа интересна, то она не воспринимается как работа, а как всё-таки какое-то развлечение, если можно так сказать. А если для взрослого, то тут, скорее всего, главное заработать деньги, всё-таки, чтобы обеспечить себя, там, свою семью. Дети-то волонтёры. Спасибо. Дети-то волонтёры, да, кормят их родители, которые не волонтёры, а работники, да. Ну, я, в принципе, с Кириллом согласен, но считаю, что тут всё очень ситуационно. То есть, посмотрели ситуацию, бывает даже так, что работа как бы неинтересная, но ты пока и занимаешься, ты узнаёшь её глубже, 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 и тебе начинает нравиться, и тебя затягивает. То есть, у меня так как-то случилось. И, кроме этого всего, кроме этого всего, ещё, ну, ситуационно очень. То есть, ну, то есть ты, как и Кирилл, у тебя вопрос, ты готов пойти на работу цветочком, девочкой? Конечно, сразу. А сразу, ты на любую готов пойти на работу, понятно. Дима, вот, такая ситуация, как с Наташей, только Наташа волонтёр, а Дима работник на все руки. Все руки мастер. Ноги тоже. И ноги тоже, говорит мне Дима. А, вот, ну, моё мнение, что изначально можно, конечно, поработать на той работе, которая тебе неинтересна, но ты там получаешь достаточно хороший заработок. Но в идеале нужно стремиться к тому, чтобы вот твоё хобби в итоге приносило тебе деньги, и ты мог на них жить, и вот, не это жить. Вот, есть у меня такой один знакомый человек, которому хобби в месяц приносит минимум 600 тысяч рублей. И он живёт вообще замечательно. Хорошо, это хочется сказать. Ну, я тоже так считаю, потому что, если ты на самом деле будешь работать от души, то будешь работать качественно, и у тебя будут, ну, силы на подъём. Да, конечно. Да, Александр, ваше мнение? Ну, я, наверное, поддержу всех предыдущих ораторов и скажу, что нужно искать золотую середину. Золотую середину. То есть, ну, а вас, ваша работа, например, что это, так как вы уже у нас взрослый человек работающий? Да. Во всех планах, да. Спасибо огромное. Ну, что касается меня, я пытаюсь всё время находить также золотую середину, конечно, и работать по максимуму, и себя как-то занимать. Я вот, на самом деле, очень люблю уставать, а потом прийти в конце дня, сесть и думать, фу, всё, отработала, отволонтёрила, отработала, получила все как бы свои привилегии и зарплату. Ну, что хочется сказать? Хватит о работе, на улице лето, хорошая погода. Напоминаю, что эфир был подготовлен в Тюменской областной детской студии телевидения «18-». Сегодня мы говорили о трудоустройстве. Я думаю, на все вопросы, которые нас интересовали, мы попробовали вместе найти ответ и очень конструктивно и откровенно поговорили. Дилемму я для себя решила, вопрос, который у меня стоял на повестке дня. Я хочу вам пожелать хорошей погоды, прекрасного настроения, слушайте веселую музыку, выходите, гуляйте, отдыхайте так, как лето, ну и работу тоже не забывайте. Спасибо огромное. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok